Приветствую гостей и подписчиков канала. В российской премьер-лиге завершились матчи 16-го тура, вот их результаты. Урал и Сочи разошлись с миром 1-1. Урал остался на последней строчке с 13-ю очками. Сочинцы 3-е, у клуба в активе 28 очков. Ахмат одерживает уже третью победу подряд на этот раз над Ростовом 2-0 и поднимается на седьмую строчку. У Грозненцев 24 очка. Ростов 11-й с 17-ю очками. Химки и Краснодар выдали боевую ничью 3-3. Химчане пока предпоследние с 14-ю очками. 25 очков у идущего пятым Краснодара. Но здесь все тесно и проиграв можно сразу откатиться в конец первой десятки. Нижний Новгород и Крылья Советов сыграли в ничью 0-0. Это первая ничья Нижегородцев после пяти подряд поражений. Клуб застрял в конце турнирной таблицы пока они 14-е с 15-ю очками. Крылья второй раз подряд завершают матч в ничью и лишают себя высокого четвертого места. Пока они восьмые, у клуба 24 очка. Рубин в драматичном матче уступил московским «Динамовцам» 2-3 и это позволило подопечным Сандра Шварца закрепиться на втором месте в премьер-лиге. У бело-голубых впечатляющая серия из трех подряд побед. У клуба сейчас 32 очка. Отставание от питерцев 4 очка. Рубин лихорадит, они уже девятые, в активе казанцев 22 очка. Домашнее поражение ЦСКА от «Зенита» со счетом 0-2 уже третье в последних четырех матчах. Итог этому только шестое место и 24 очка в активе клуба. В этом матче отличились Клаудини и Мостовой. «Зенит» уверенно лидирует в российском первенстве. Подопечные Сергея Симака набрали 36 очков. Довольно бесцветный матч выдали уфимцы и московские спартаковцы. Счет встречи 1-1. Спартак отыгрался в самой концовке благодаря пенальти, реализованному Соболевым. Назначенный пенальти был довольно небесспорный, так же, впрочем, как и второй горчичник Рассказову, который был удален с поля сыграв в матче всего 18 минут. По-видимому, на Друи Витории нависла угроза отставки в ближайшее время. Матч 4 декабря с Грозненским Ахматом будет определяющим для красно-белых. Они не побеждают в премьер-лиге вот уже шесть матчей. Третье подряд ничья уфимского клуба не позволяет им подняться выше 13-го места. У клуба 16 очков. Неожиданно завершился заключительный матч тура, в котором тульские канониры переиграли московский локомотив со счетом 3-1. Это закономерно учитывая всего один удар в створ ворот от железнодорожников. Таким образом, подопечные Маркуса Гизделя допускают первое выездное поражение в этом сезоне. Такое ощущение, что клуб просто не хочет бороться за самые высокие места. Сейчас в активе железнодорожников 25 очков и это четвертое место. После серии неудач Арсенал поднимается на 12-ю строчку. У клуба 16 очков. Очередной 17-й тур пройдет в течение трех дней с 3-го по 5-е декабря. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.